Нас часто тянет за горы, в поля, леса и на речке. Мы мчимся, как дикие кони, на нас не накинуть уздечки. Всю жизнь мы снарягу таскаем, тяжелый туристский рюкзак. В горах чистый воздух вдыхаем, нас гонит вперед лишь азарт. А еще собираем мы камни, что с космоса нам накидали. Ради них мы готовы жить в поле, ради них покоряем мы дали. Каждый камень – большущая редкость, и за каждым отдельный поход. Собирать метеориты непросто, слишком мало их падает в год. Привет, друзья! Не бойтесь лазить по камышам. Не, ну точнее, бойтесь. Охотник может вас принять за фазана или кабана, но все равно лазьте. Так как вы можете найти на дне высохших водоемчиков вот такие разные камешки, которые с виду булыжник булыжником, но почему-то он ржавый и тяжелый. И хорошо магнитный. И сейчас посмотрим, как на него среагирует металлоискатель. Как видите, показывает почти всю шкалу. Четыре из пяти вещей, как минимум. Что бы это могло быть? Да еще, если присмотреться ориентированной формы. Что это может быть на дне наших высохших водоемов? Будем разбираться. Друзья, хочу помянуть еще одного соседа. В общем, Василий Николаевич тут жил. Вот построил вот такой мини-замок. Тут больше ста тысяч кирпича. Тут арматура сквозь все проходит. Тут не балки идут у него внутри, а каждый этаж это рельсы от железной дороги. То есть даже не от трамвая. Там все надежно и так далее. Это мой был близкий сосед. Он ни с кем особо не общался. Вот только практически со мной только. Вот. И Василий Николаевич, фамилию говорить не буду, он был, кстати, настоящим специалистом по техногену. Я просто не записал с ним интервью, потому что он умер где-то как раз в год основания канала. То есть пять лет назад. Так как каналу нашему будет пять лет этой осенью. И я не знал, что будут такие войны дурные и так далее. А то я обязательно бы записал интервью с человеком, который 40 лет возглавлял лабораторию по металлургии на сельмаши на нашем ростовском. Вот. Он по запаху определял, что варится, чугун или еще что-то. Они делали там сказочные вещи вообще, выливали и так далее. И вот он знаменит у нас в округе тем, что построил мини-замок. Вот такой. Его заросли скрывают, но поверьте, там 33 окна только. И там много чего интересного. Настоящий замуж. Так что жаль, что такие люди уходят. Друзья, сейчас покажу способ отличный, как большинство метеоритов можно очищать от коры плавления, окислений там разных этих. Значит, обнажать кору. Вот такой вот золотистой щеткой. Только болгарку все время держите вниз, чтобы не отлетело прямо вам в глазик. И вот этот ржавый камень еще можно очистить. Я вижу по опыту. Ну вот, что я и говорил, проступила черная кора плавления. Сейчас мы полностью его очистим. Ну что, друзья. Нашли опять мой метеорит. Нравится кому-то или нет. Вообще, ложную информацию в сети надо как-то отсеивать. Потихоньку это все... Это все надо закрывать, друзья. Откровенную туфту будем закрывать. Вот такой камешек. Значит, вот кругом кора плавления видна. Виднеется. Идеально мы не можем уже дочистить. Не будем портить. Вот такой он серый внутри. Серая матрица. Крупное железо достаточно. Вот. Значит, форма каплевидная, сплющенная. И железных метеоритов таких много. И каменных в форме булыжников. В Челябинске есть такой же кусок. В энциклопедии, посмотрите. Есть квадратные. Почти чисто квадратные. Значит, весит это добро 4,701 12 грамм. Значит, почти 5 кило. Я вам скажу, что на такую массу почти 5 кило это плотность не 3,5 и даже не 3,6. 3,7 3,8 это плотность. Вот 3,7 тут есть. Это очень хорошая плотность. Металла прилично. Кора плавления есть. Ржавый магнитный. Металлоискатель дает 4 шкалы из 5. Ну, вы шутите, что ли? На Земле такого нет. Шлифт просто с такого метеорита не удастся сделать. Слишком много железо. Серая матрица. Серая матрица она достаточно частая в метеоритике. Описана кругом и Саратов и другие метеориты. И у нас статистика такая же. Серые и коричневые и почти черные. Они у нас самые частые среди находок. А тут я же почувствовал я знаю по опыту что кору плавления еще можно реабилитировать. Вот она черненькая выглядывает. Так что метеороид достаточно приятный тяжелый хороший. Забыл это уже какое у нас по счету. 143 кажется. Уже сбился я. А так самые разные мы порой осколочки тоже еще добираем. Например железо платиновый. Вот какой ориентированный какой-то видите какой. хвост отлетел он струи проходили это. Почти 500 грамм весит вот этот вот железо без искр. то есть максимальная магнитность при отсутствии искр. Потому что платиновые металлы гасят искры связывают железо. вот такие вот приятные осколочки оставлю его себе. Мало у кого есть такие вещи. Плотность около 10 средняя это 22% платиновых металлов. Так что друзья ищите и обрящите. разную туфту надо прихлопывать отсеивать да пребудет с вами сила подписывайтесь на нас. Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует...